МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даешь тепло в каждый дом. В столице Чувашии стартовал отопительный сезон. Только девушки в Чубаксарах открыли первые мэриинские классы. Молочные реки. В Чувашии состоится парад молокоперерабатывающих предприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура повышается. В столице Чувашии дан старт отопительному сезону. Первыми тепло получили больницы, детские сады и школы. Когда теплее станет в жилых домах, узнавала наша съемочная группа. Пронизывающий ветер и моросящий дождь за окном воспитанникам детского сада номер 13 уже не страшные. Батареи в группах греют на полную. В дошкольном учреждении заранее подготовили все необходимые документы, провели проверку системы отопления и подали заявку в теплоснабжающую организацию. Тепло здесь дали сегодня, а ранним утром. Температурный режим в групповых помещениях, в туалетных помещениях, в приемных соответствует требованиям СанПИНА. В групповых приемных помещениях температура должна быть 21-23 градуса, в туалетных помещениях, в спальных помещениях 21-19-21. Горячим батареям рады воспитатели. Теперь дети не простынут. Жарко. Нам жарко. Даже очень жарко. Ну, не совсем жарко. Очень жарко. Как было летом. Так вот, как нам дали тепло, мы ходили в кофтах, в колготках. Традиционно отопительный сезон стартует с 1 октября. Однако в этом году столичная администрация начала его раньше. Уже несколько дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. График проведения планового ремонта котельных, гидравлические испытания систем тендеризованного теплооснабжения, работы по промывке объектов теплооснабжения, в том числе на квартирных жилых домах, выполнены полностью. Ресурсоснабжающие организации готовы к подаче тепла потребителям. На данный час в работе находится 36 котельных. Тепло подано в 7 объектов здравоохранения, 16 детских садов и 2 общеобразовательные школы. Работа выполняется оперативно, с каждым часом список организаций пополняется. В многоквартирных жилых домах тепло дадут в ближайшее время. Ставлю задачу сегодняшнего дня, в четверг, пятницу, субботку, воскресенье, организовать продленный рабочий день всем управляющим компаниям города Чапоксанович. Вместе мы должны до понедельника полностью подать тепло в наши многоквартирные дома. Представители управляющих компаний готовы это сделать. Все работы были проведены вовремя, так что проблемы холодных батарей возникнуть не должно. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Глава Чувашии встретился сегодня в Москве с генеральным директором Фонда развития моногородов. Михаил Игнатьев и Илья Кривогов обсудили перспективы взаимодействия между правительством Республики и фондом. Напомню, что 15 сентября стало известно о выделении Канашу 739 миллионов рублей по линии Фонда развития моногородов. Михаил Игнатьев и Илья Кривогов подписали соглашение о софинансировании расходов по строительству и реконструкции трех объектов в моногороде Канаш. 75,5 процентов или 739 миллионов средств выделяются из федерального бюджета. 24,5, а это 240 миллионов финансирует республиканский бюджет. В результате запуска инвестиционных проектов планируется привлечь более 8 миллиардов рублей частных инвестиций. Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором акционерного общества НПК Техмаш Сергеем Русаковым. Михаил Игнатьев и Сергей Русаков обсудили перспективы сотрудничества Чуваши и крупнейшей холдинговой компании, которая специализируется в области разработки и серийных поставок боеприпасов для ударных группировок Вооруженных сил России. В холдинг входит 48 организаций, в том числе и Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева. Михаил Игнатьев поблагодарил Сергея Русакова за внимание к региону, модернизацию и открытие новых производственных площадок на предприятии. 12 сентября состоялось открытие модернизированного производства резинотехнических изделий на производственном объединении имени Чапаева. В открытие современного инновационного производства вложено свыше 600 миллионов рублей. В свою очередь руководитель холдинга заверил главу Чувашии, что предприятие будет наращивать объемы производства. Глава Чувашии также принял участие в церемонии открытия памятника министру машиностроения СССР Вячеславу Бахереву. Кстати, сегодня в Чувашии чествовали машиностроителей. Награды работники отрасли по традиции получают накануне своего профессионального праздника, который отмечается в последнее воскресенье сентября. Торжественный вечер прошел во Дворце культуры агрегатного завода. Подробности у Дмитрия Ковалева. На эту отрасль в республике ориентируется большое количество предприятий. День машиностроителя в Чувашии называют своим профессиональным праздником порядка 40 тысяч человек. В Чувашии производят тракторы, автоприцепы, фургоны, цистерны и не только. Для машиностроительной отрасли многие предприятия разрабатывают кузовные части машин, электронные приборы, силовые агрегаты и даже приборы для космических аппаратов. Так что эта сфера для республики является локомотивом экономического роста. Многие заводы республики сделали ставку на программу импортозамещения. И в перспективе они должны упрочить свои позиции на внутреннем рынке. А в условиях изменения вектора развития машиностроительной отрасли в 2015-2016 году видно, что часть предприятий достаточно хорошо влилась в программы импортозамещения. И эти программы рассчитаны на перспективу дальнейшего использования достижений как в части военного потенциала, вы знаете, направление заданное главой, и гражданского производства. Перспективы есть. Именно руками чувашских производителей выпускается, занятых машиностроительной отрасли, выпускается продукция порядка 44%. Сегодня машиностроители поздравил с праздником и председателя правительства республики. Иван Моторин отметил, что в Чувашии продолжат создавать условия для развития отрасли. За 8 месяцев текущего года предприятия машиностроительной отрасли отружили 45 миллиардов продукции на 120% выше прошлого года. Не все предприятия живут сегодня хорошо и динамично развиваются, но тем не менее отрасль сегодня дает хорошие показатели для развития республики. Лучшим из лучших сегодня вручили благодарности и почетные грамоты. Оператору станков с ЧПУ Сергею Потапову и станочнику широкого профиля Александру Никитину присвоили звание заслуженных машиностроителей страны. Торжественный вечер в честь машиностроителя продолжался более полутора часов и завершился праздничным концертом. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Последний раз в прежнем составе собрались депутаты 6-го созыва Чебоксарского городского собрания на очередное заседание. О том, почему и что обсуждали Ольга Пырочкина. В новый созыв Государственной думы страны и Государственного совета Чувашия, который россияне выбирали 18 сентября, прошли депутаты Чебоксарского городского собрания. Владимир Викторов уходит в Государственный совет, глава города Чебоксара Леонид Черкесов в Госдуму. На их места после определенных процедур придут новые. Ну а пока прежним составом депутаты приняли ряд важных для столицы республики решений. Одно из них, изменение в уставе города, непосредственно касается нового главы города, которого в скором времени выберут из числа депутатов и главы городской администрации. Вносятся поправки в статью 78 устава, касающейся оснований для отрешения от должности главы города Чебоксары или главы администрации города Чебоксары в случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение бюджетных кредитов, нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Народные избранники пополнили схему размещения рекламных конструкций. Так, на пересечении улицы Константина Иванова и Московского проспекта в студенческом сквере опять появится рекламное табло. В этот раз с соблюдением всех требований безопасности дорожного движения. Из правил благоустройства исключили, как этого требовали надзорные органы, пункты запрета размещать на фасадах домов со стороны дорог, кондиционеров и телевизионных тарелок. Теперь это можно делать, но после согласования с главным архитектором города. Из плана приватизации исключили Чебоксарское троллейбусное управление. Из муниципального унитарного предприятия его планировали превратить в акционерное общество. Предприятие не готово к приватизации, так как имеется большой риск банкротства предприятия при предъявлении требований кредиторов в досрочном погашении задолженности. Последним вопросом в повестке дня стало досрочное прекращение полномочий депутата ЧГСД Владимира Викторова. Коллегию, который пошел на повышение, депутаты препятствовать не стали. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Это нужно не мертвым, это надо живым. Проект Чебоксарской средней школы номер 29 победил в конкурсе грантов на поддержку поискового движения в образовательных учреждениях России. В основе проекта работа поискового отряда гвардеец столичной школы номер 29. С 2014 года ребята ежегодно принимают участие во Всероссийской вахте памяти в местах боев Великой Отечественной войны и в слетах поисковиков. В прошлом году, накануне очередной годовщины победы, гвардейцы побывали в местах тяжелых боев в полосе Калининского фронта. В августе этого в составе сводного поискового отряда Чуваши ребята приняли участие в международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» в Ржевском районе Тверской области. Мы с компанией заместителей собрались, как мозговой штурм, кто что будет делать, кто за аналитик отвечает, кто достает те материалы архивные, где наши дети участвовали. Мы все материалы собрали и заручились поддержкой. Министерство образования Хадатайса написала в поддержку нашего проекта. И Аршинова Алена Игоревна тоже Хадатайса написала. Все нас поддержали. И, видимо, так удачно получилось, что из почти 150 претендентов, только из Чуваши, около 10 претендентов было. Именно нам, единственным представителям Чуваши, удалось выиграть этот грант. Формула успеха, на первый взгляд, проста. Первое – ставить высокие зелья, не боясь. Второе – должна быть команда, очень хорошая команда, сложная команда. Один в поле не воин. Как бы ни участвовали, какой бы умный не был руководитель, или там кто-то, только именно уже команда. И третье условие – это работать больше друзей, соперников, конкурентов. Федеральный грант в 710 тысяч рублей в школе планируют направить на открытие музея боевой славы 135-й стрелковой дивизии, а также на развитие волонтерского движения и создание городского штаба поискового движения на базе школы. Родион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. Исключительно девичий класс в столице Чувашии перенимают образовательные традиции царской России. В Ходесской школе номер 14 открылись первые мариинские классы. Серые платья с белыми воротничками и реверанс в качестве приветствия. Эти девочки отличаются от обычных школьников. Мариинские классы, названные в честь жены императора Павла I Марии Федоровны, из 19 века шагнули сразу в 21-й. Присущие истинным дамам качества и умения, высокая нравственность, хорошие манеры, вкус, широкий кругозор и знания правил этикета вновь востребованы обществом. Выразились девочек настоящих леди задачи мариинских классов. Мы все-таки стараемся сейчас, обращая внимание на то, какие изменения происходят в социальной среде, мы все-таки хотим, чтобы девочка оставалась девочкой всегда. То есть, несмотря на то, что мы не разделяем, да, у нас девочки из мариинских классов встречаются на занятиях с мальчиками, они учатся в одной школе, то есть они не обособленно учатся. Но чтобы все-таки понятие женственности у них, домохозяйки, чтобы это навыки кулинарии, шитья у них были в первую очередь освоены ими. Чтобы девочки могли иметь представление о том, какие же женщины должны быть на самом деле, независимо от того, какую должность, профессию они занимают и выбирают. С этого года ученицы двух классов кадетской школы номер 14, 1 и 5 обучаются раздельно от мальчиков-кадетов. В первой половине дня девочки учатся по той же образовательной программе, что и остальные учащиеся. А во второй осваивают девичьи науки, изучают азы домоводства, вокала, рукоделия, этики и хореографии. Кстати, с партнерами по танцам проблем нет, выручает кадетский корпус. Я хочу научиться писать песенки, перетисовать, выразительно читать. У нас очень красивые платья, шляпочки с вуалью, а платья, которые мы одеваем каждый день, тоже нарядные. Я горжусь, что учусь в мариинском классе. Кроме того, в программе мариинок знание основ православия, социальная практика и изучение, пожалуй, самого мелодичного языка французского. Юля Леонтьева перешла в мариинский класс из кадетского и нисколько об этом не пожалела. Я думаю, что каждая девочка должна танцевать, заниматься рукоделием, шить и готовить. Мне нравится рукоделие, потому что здесь мы делаем разные поделки, и их можно потом подарить маме, либо родным и близким. Когда у кого-то что-нибудь не получается, мы помогаем друг другу и стараемся помочь, чтобы подружка или друг понял, о чем идет речь. Подразумевается, что воспитанницы будут посещать с концертами детские сады и участвовать в благотворительных акциях. Кстати, с мариинскими классами будет активно сотрудничать Республиканский женсовет, учреждение соцзащиты и Чебоксарская епархия. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. Благотворительные организации «Корпорация Добра» на протяжении нескольких лет дарят детям чуваши и радость. Совместный поход в бассейн, уроки арт-терапии, лепки из кинетического песка и многое другое. В рамках проекта «Арт-пространство» волонтеры провели мастер-класс в школе-интернате для слабовидящих детей. В 2012 году на базе психолого-педагогического факультета ЧГПУ имени Яковлева была создана волонтерская организация «Корпорация Добра». За это время реализовано множество проектов, благодаря которым дети учатся познавать окружающий мир, общаться друг с другом, развивать свои творческие способности. Мы посещаем реабилитационные центры, дома-интернаты, школы-интернаты нашей республики и реализуем там свои проекты и мероприятия. Мы каждую неделю пытаемся посетить какое-либо учреждение и проводим там мастер-классы. Это может быть танцевальный, кулинарный, творческий мастер-класс. Мы реализовывали проект «Арт-пространство». Мы проводим занятия с детьми по направлениям изотерапии, песочной терапии. Данное занятие у нас способствует, чтобы дети реализовывали свои эмоции. Также у детей здесь работает мелкая моторика, развивается их фантазия. Для каждого ребенка изотерапия – это возможность почувствовать свои безграничные возможности. На листе бумаги за считанные минуты появляется новый мир или долгожданный друг собака. У нее есть имя, ее зовут Зося. Она хорошая, добрая, милая, красивая, умная. Я решил тут нарисовать Красное море и цунами. Еще бы я туда добавил какого-нибудь страшного монстра. Монстры ведь любят цунами. Я нарисовал Красное море, солнышко, водоросли и красную рыбу, которая называется горбуша. Арт-терапия в переводе с английского означает «лечение искусством». Состояние свободного творчества дает эмоциональную разрядку и доставляет огромное удовольствие всем участникам процесса. Меня очень поразило то, когда мы рисовали, и незрячие дети хотели больше рисовать, чем зрячие. И им удавалось рисовать желтое солнышко, например, рыбок даже. Они все рисовали от души. Они рисуют и знают, что они не смогут испортить рисунок, например. И все делают аккуратно, запоминают фигурки. В разработке у корпорации «Добра» еще множество проектов, которые ждут своего часа. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Приставы и налоговики посетили столичный торговый комплекс «Ярмарка» с определенной целью взыскать задолженности. 35 индивидуальных предпринимателей задолжали налоги в бюджет. Всего по 32 исполнительным производствам взыскали 283 тысячи рублей. Не все смогли расплатиться по долгам на месте. На их товар был наложен штраф. Кроме того, у торгового комплекса работал мобильный проверочный пункт. С помощью базы должников граждане могли проверить наличие задолженности. Во время рейда в мобильный проверочный пункт за информацией обратились 50 человек. В пятницу в Чувашии состоится очередной парад молочников. Автокортеж молокоперерабатывающих предприятий пройдет по улицам Чебоксар и Новочебоксарска. Он приурочен к республиканскому фестивалю молока. Автоколонна стартует в 13 часов 30 минут от Чувашского госуниверситета и финиширует в 15.00 на площади республики. Здесь запланирована праздничная концертная программа и дегустация. В субботу в Ледовом дворце Чебоксара-арена состоится фестиваль молока. Свою молочную продукцию здесь представят все ведущие перерабатывающие заводы республики. В Чувашии он проводится уже в пятый раз. Жители Чувашии призывают заняться физкультурой без вложения собственных средств. В эту субботу в республике состоится единый день здоровья и спорта. Для жителей районов и городов бесплатно будут работать большинство спортивных учреждений. Всех желающих приглашают позаниматься в тренажерных залах, поплавать в бассейнах и покататься на коньках. Со списком объектов, работающих в этот день, можно познакомиться на официальном сайте Министерства спорта республики. Там создан специальный баннер. Единый день здоровья и спорта проводится в республике один раз в месяц. Жителям Чувашии в ближайшие дни предстоит запастись зонтами и резиновыми сапогами. По данным сайта погоды в Чувашии, республику накрыл южный циклон Терезия. Именно он преподнес щедрые осадки Новороссийску и Анапе. По прогнозам, в районах республики в четверг и пятницу может выпасть от 10 до 30 миллиметров осадков. Авторы сайта погоды в Чувашии обещают ливневые дожди и порывы ветра до 11 метров в секунду. 23 сентября после обеда температура может повыситься до плюс 15 градусов. Уже в выходные синоптики обещают ясную погоду. На этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте НТРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова